Хопа! Привет! С вами доктор Влад. У нас минус 4 уже. Водолейка пишет, сегодня Алексей рыбный. В этот день готовят рыбные блюда. Чем холоднее на Алексее, тем теплее будет март. Жаль, наш март будет холоднее. Но у нас сегодня прохладно как раз. О, и та же Водолейка пишет, я сегодня купила минтай. Буду тушить с овощами и томатом. Я бы тоже минтай съел, у нас нету его почему-то. И нет этого хека серебристого, тоже нету. Так, а, ну тут у нас разговор был. Мне пишет, очередная эпидемия бреда в Миде. А я знаете, о чем подумал? Вот я, собственно, так и написал. Мне кажется, что у них в Миде есть какая-то комната, где они хихикают и пишут тебе речи. Вот точно, точно. Так, что еще? А, Маруся пишет, 25 февраля 1956 года. Ой, я еще не родился. На 20 съезде КПСС Хрущев выступил с докладом, изобличающим культ Сталина. Ну и дальше она пишет, а в Рашке до сих пор ставят памятники кровопийце. Да ну, ребят, ну что теперь? Да, дебилы. Дебилы. У нас в Саратове отключили воду. Это пишет Лилия. В сводке написано, что в воды решилось более полумиллиона человек. В Саратове наберется полмиллиона-то. Я уезжал, было 1700, что ли, или 800. Так, после обеда обещали восстановить водоснабжение. Ну, как пообедают, восстановят, да. Мэри пишет. Лилия, какое совпадение? В нашем Гадюкино тоже отключили воду. Рязанская область приехала на родину. Вот так вот. Так, да, вот у меня тут новости. Тысяча жителей Саратова остались без воды и отопления. 25 февраля у тысяч абонентов с двух часов ночи нет ни холодной, ни горячей воды. Проснувшиеся утром горожане буквально шокированы сложившейся ситуацией. К тяжелым погодным условиям добавилась еще и эта проблема. В Ленинском районе об отсутствии воды сообщают жители Солнечного, 6-го квартала, микрорайон Техстекло, проспект Строитель, 68-й поселок, ВСО Елшанка. 68-й поселок. По-моему, там я работаю. Сейчас я уже не помню. Участковым. Это Ленинский район. И вот так вот в уголок, в уголок, не доезжая 6-го квартала. Вроде бы там. Некоторые детские сады и школы разослали сообщение, что работать не будут. Вот ну не будут и все. Байден отменил указ Трампа о запрете въезда в США для некоторых категорий иностранцев. Ну, в общем, все подметает, а? Какой кошмар этот Трамп. Пашинян назвал требования Генштаба ВСЭ о его отставке попыткой переворота. А что, потребовали, да? Вот дураки. Так, Пашинян уволил начальника Генштаба после требования ВСЭ о его отставке. Правильно так и надо. Правительство вдвое снизило предельную отпускную цену на спутник В. Ага, и будут эту вакцину просто в водовозах разводить и все. В цистернах мэрия Москвы разработала собственный защищенный менеджер. Ох ты, черт возьми. Потребовалось из-за требований безопасности связи для чиновников. С ума сойти. Танк «Армата» впервые в истории нашел цели без участия экипажа. А что искал? Бутылку, что ли? Это у меня одна знакомая была. Вот у него сын попивал, и вот она от него водку прятала, он всегда находил. Ну вот танк теперь обучили. «Армата», да. В Москве началось голосование о памятнике для Лубянки, Лубянка. Невского или Дзержинского, Дзержинского или Невского, ромашка, понимаешь. В московском метро появится новая система видеонаблюдения. Они смогут распознавать, например, быстрые движения, пересечения линий и праздношатания. О-о-о, круто. «Большунов получил штраф и испытательный срок за наезд на финского лыжника». Ну это лыжник Большунов, он наехал там туда-сюда. «Штрафец». «Акинфеев и Дивеев заболели коронавирусом и пропустят матч с локомотивом». «Акинфеев, он тут уже с бородой, он такой старый, по-моему, он давно-давно играет. Ужас как давно. Ну ладно, хорошо, заболели. В Финляндии с 8 марта на 3 недели вводят локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом, ребят. Ухудшение в Финляндии. А у нас, у нас чуть-чуть тоже ухудшение, чуть-чуть. В Чикаго, ну в Иллиной, да, было 1400, а вчера 1900. Многовато. Ну и, наверное, во всей Америке тоже было вот минимум, был какой минимум, был 55 тысяч, а сейчас 70. Черт опять пошло-то, а? Не хватало. Средственный комитет просит заочно арестовать владельца ресторанов Корчма Тарас Бульба. Это в Москве, что ли? В Москве, да. Чего-то с налогами. Ммм, интересно. Название какое, да, крутое. В России за сутки выявили 11 198 случаев коронавируса. Вот так вот оно и ползет немножко вниз, но что-то не очень сильно. В Забайкале суд приговорил россиянина к 8 годам колонии за год. За измену он признал свою вину. Да признаешь, конечно. Конечно признаешь. В России каждый десятый частный бизнес заявил, что готовится к закрытию в 21 году. Вот так вот. Прекращено дело против вора в законе Запы Ленинаканского. В Армении суд вынес решение прекратить уголовное преследование вора в законе Андраника Сагаяна, известного как Запы Ленинаканский. Как-то это вот странно все, ребята. Он уже на свободе. По уголовному делу было много свидетелей, но никто из них не узнал Сагаяна. Ой, ну все понятно, да. В России взлетела что, ракета? Нет. Число должников по кредитам. Ну, ребята, поняли, да. Так, ушедшая в порно актриса назвала его плюсы перед обычными фильмами. Ребята, там круто. Австралийская актриса. Ей очень там нравится работать. Туда-сюда. В традиционном кино обычно доминируют мужчины. А там, ну, поровну, и мужчины, и женщины, весь гендерный спектр. Кроме того, на съемках фильмов намного больше заботятся об уважении участников процесса друг к другу и корректном поведении на площадке. Да, конечно, сломать можно чего-то там. Да, я вчера рассказывал. Запросто можно отломить. А адвокат рассказал, что запрещено делать в собственной квартире. Ну, чего, чего курить? А, не, не может превращать жилье в промышленный объект или организовывать в нем гостиничный бизнес. О, как. Ну, понятно, да. Британская полиция разыскивает неизвестного, который отправляет людям деньги. Стражи правопорядка хотят выяснить причину такой доброты. Полицейский департамент города Фром британского графства Сомерсет опубликовал на своей странице в Facebook довольно необычное объявление. В нем стражи правопорядка рассказали о таинственном человеке, который рассылает местным жителям конверты с деньгами. Конверты неизвестные просовывают в почтовые ящики и прорези для корреспонденции прямо на входных дверях. По всей вероятности, конверты он отправляет случайным людям. По крайней мере, никакой закономерности полиция выяснить не смогла. Сейчас они разыскивают неизвестного благотворителя или любую информацию о нем, чтобы выяснить, с чем связана такая акция неслыханно щедрости. Да, я что-то задумался. У нас там нет ничего не шуршито. Россияне назвали самые трудные для поиска работы по профессии. Ну-ка, ну-ка. Труднее всего найти работу топ-менеджером, работником масс-медиа и сферы искусств. Вот так. Понятно, да? Артисты нафиг никому не нужны. Как сложилась судьба человека с IQ в 300 баллов. И нифига себе. Уильямс Джеймс Сидис, вундеркинд из Нью-Йорка. Его уровень интеллекта на 100 единиц выше, чем у Альберта Эйнштейна. Нифига себе. Он родился 1 апреля 1800-1998 года. Отец был родом из Бердичева. Он эмигрировал в США в связи с политическим преследованием. Та-та-та. Очень умный мальчик. Он закончил школу за полгода. В возрасте 5 лет, по-моему, лет, что ли. В 7 лет собрался поступать в Гарвард. А его не пустили. Маленький. Ну, в общем, вот такая вот всякая фигня. Значит, да, вот всю школьную программу он освоил, когда ему было 7 лет, за полгода. Спустя год Сидис уже знал 7 языков, написал 4 книги. Во-во-во, вот в 9 лет он поступил в Гарвард, но его не взяли из-за юного возраста, т-т-т. Его уровень интеллекта превышал 260 единиц, а говорили 300. Для сравнения у Альберта Эйнштейна было 160. Самый умный человек. Ну, и так далее, и так далее. Ну, закончил он Гарвард, там что-то лет в 13-14, и так далее. Пошёл работать преподавателем, а над ним студенты смеялись. Ну, пацан, да. Сидя, с него держав презрительного отношения, бросил работу, переехал в другое место. Ну, и так далее, и так далее. И в конце концов был отправлен в психиатрическую больницу. Вот, потом работал бухгалтером и так далее. В зрелом возрасте Сиди совладел около 40 языками, даже создал собственный. Доживал свои годы в одиночестве в маленькой комнате общежития. И умер в 44-м году от кровоизлияния в мозг. В 44-м, а когда он родился, я говорил, я уже забыл. В 1898-м. Упса, до 50-ти не должен, пацан. Жалко. Жалко мальчика. Не садитесь в машину и не отпускайте детей на улицу. Экстренное предупреждение МЧС по Нижегородской области. Ребята, метель, снегопад. Рассекреченные записи разведки США дали новую версию гибели дятловцев. Дятловцев. Это Царьград пишет. Оказывается, вот, ну, группа Дятлова, помните? В 59-м году над Северным Уралом летали самолёты-разведчики, и он мог сбросить мощную 150-фунтовую бомбу, взорвавшуюся близко к горному склону на высоте 600 метров над уровнем моря. Ребята, не ходите на Царьград, ей-богу. Опасный для здоровья творог производили в Тверской области, и в нём бактерии, кишечная палочка, кишечная дубиночка, в общем, всё. Не ешьте творог. Так, спасатели из Удмуртии вызвали бабушку из подполья. Да, бабушка пошла в подпол, и там осталась. И вот сын звонил-звонил, звонил-звонил, и не дозвонился, и спасателей вызвал, всё вскрыли, она в подполье живая. В шахтах дочь экс-депутата Анатолия Романовского зарезала брата. Я не буду вам всё читать, но, в общем, они наследство не поделили, да, шахты, город шахты. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Врач предостерегла от диеты, которой следовала умершая писательница. Какая-то писательница умерла в Москве, Адалина Шелдон, и вот она сидела на сухой диете. Не только пища, но и вода, сухое голодание, но умерла. Ребята, всё-таки что-нибудь кушайте и воду пейте. Понятно, да? Странные какие люди. Кошмарный сценарий. Учёные забили тревогу из-за особо опасного штамма гибрида коронавирус-19. Обмен мутациями калифорнийского и британского штаммов может породить новый, ещё более опасный вариант. Это передаёт ТВ-звезда. Ребята, не ходите на ТВ-звезду. В Москве задержали банду лжеэлектриков. Короче, они ломали счётчики, а потом предлагали поменять его. Сами ломали и сами... Сами это самоустанавливали, правда, они и за очень большие деньги, до 20 тысяч рублей. Надо же, у них униформа, спецодежда сотрудников энергетической компании, бейджи и удостоверения. Даже курей завели безруков, на карантине занялся сельским хозяйством. Я сам сажал помидоры, огурцы, плодовые деревья. Вот, нас не запугать, мы советские люди. С каких это пор безруков стал советским. И, коротенько, Твиттер, мошенник, выдающий себя за президента Беларуси, обманом выманил удоверчивого пенсионера из Москвы 4,5 миллиарда долларов. Как здорово, как здорово. Зубастик пишет. Почему ты не прививаешься от ковида? Вот когда увижу нормальные российские сковородки, мультиварки, в аптеках нормальные российские витамины вместо фуфломицинов, и исчезнет палёная водяра, тогда мы поговорим о более сложных материях. Почему Родина-Мать всегда зовёт воевать? Хоть бы раз позвала пообедать, ну или просто пожить нормально. Да, интересно. Так, интересно, а у дяди справка есть, или он полагает себя неприкасаемым? Это знаете, на что пишет Виолетта? Познер назвал православие худшим ответвлением христианства. Вот так. Католичество гораздо лучше, и надо всем поднимать католицизм. Ну, кукуха поехала поздно. Стихи от нашей Канады на твиттере. Как-то раз людоед проглотил людоеда, а потом много лет отмечал День Победы. Ммм, здорово. Александр Невзоров, Эху. Михалков предложил лишать гражданства всяких одобрителей санкций и безжалостно их высылать из страны. Интересно, куда он собрался выслать Путина? И вообще, есть ли страна, которая его примет? С 2014 года о пользе санкций больше всего говорил именно Путин. И последнее, ребята. Комиссия признала, самолет президента Польши Кочиньского был уничтожен взрывчаткой в 2010 году. Взрывчаткой. Понятно, да? У меня всё на данный час. Пока. С вами доктор Влад. А что это моя одна голова? Всё какое-то чёрное. Ну, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok